Всем привет, дорогие друзья! Новое видео на канале GadgetMania и сегодня мы с вами попробуем, точнее не попробуем, а переустановим прошивку, которая установлена хитрыми китайцами. Изначально достали из коробки, установлена прошивка с левым каким-то русским языком, который растянутые шрифты и так далее. Сейчас я вам продемонстрирую, каким образом установить нормальную прошивку. Это такой небольшой туториал, инструкция для тех, кто не может самостоятельно, скажем так, обнаружить информацию в интернете. Перед нами устройство, коробочки. Достаем, предположительно, мы только что получили посылку. В нем новенький RedRise или любой телефон компании Xiaomi. И продавец любезно установил, не знаю, не международную версию прошивку, а какую-то версию для, допустим, чина-телеком или тому подобное, что-нибудь такое. Соответственно, телефон должен быть включен. Значит так, дорогие друзья, вам необходимо будет активировать Wi-Fi, включить, если у вас запаролено, ввести пароль. Убедиться, что ваша модель телефона именно 2014-811 и существует. Вы сейчас увидите вот здесь вот на экране небольшой скриншот, сколько существует моделей. И, соответственно, под вашу модель телефона вы выбираете уже адаптированную русскоязычную прошивку. Соответственно, проходите на сайт miy.su. Здесь видите прошивку для своей модели телефона. Конкретно вот эту 5.2.13 закачивайте себе на устройство. Она начинает уже качаться. И после этого мы с вами продолжим и посмотрим, точнее я вам расскажу, каким образом ее надо будет установить уже непосредственно без помощи компьютера, без помощи всего. Просто установить на телефон русскоязычную прошивку, в нашем случае для модели 2014-811. Итак, дорогие друзья, прошивочка у нас с вами скачалась. Находится она у нас в памяти телефона, скорее всего в даунлаунд. Для того, чтобы ее установить, нам надо в файл прошивки взять и переименовать в update.zip. После этого мы берем, копируем и устанавливаем в корень телефона. Вот сюда. Прошивочка копируется. После этого, после того, как у нас прошивка скопировалась, копировалась у нас прошивка. Обязательно обратите внимание на то, что прошивку надо выбирать под вашу модель телефона. Их несколько, именно у Redmi 2. В нашем случае это 2014-811. Файл update.zip скопирован. После этого мы выключаем телефон. Точнее мы его перезагружаем. При этом зажимаем верхнюю клавишу регулировки громкости. Телефон должен зайти в режим recovery. Здесь установлена, в нашем случае, скорее всего, установлена какая-то надстройка. Мы в этом не совсем разобрались. Но здесь, я думаю, что просто нажав на recovery, мы попадаем в родное recovery от компании Xiaomi. После того, как мы попадаем в родное recovery от Xiaomi, клавиши регулировки громкости путем перещёлкивания вниз, мы выбираем English, мы выбиваем Vibe, Vibe Cache, да, возвращаемся Back, Install Update. Итак, дорогие друзья, в этом меню все действия происходят с помощью регулировки громкости. Вверх, соответственно, вверх, вниз, соответственно, вниз. Клавиша подтверждения, это у нас клавиша включения. Install Update Zip. Выбираем Yes. Прошивка начинает устанавливаться. Именно прошивка, конкретно под эту модель телефона, конкретно под Xiaomi Redmi 2. От своего имени хотим добавить. Все действия над своим телефоном вы выполняете на свой страх и риск. Обязательно прочитайте мануалы, ссылочки будут в описании. Постараемся прикрепить ссылки на прошивку, конкретно эту точно прикрепим. И также ссылочки на прошивку для других моделей Redmi 2 на 812, на 813. Вроде как еще есть 814. Доходит до 98%. Здесь он несколько секунд, скажем так, я думаю, что до устанавливает прошивку. И Update Completed. Мы видим, что все получилось нормально. Возвращаемся. Reboot to System. Дальше идет уже стандартная установка непосредственно прошивки на телефон. Будет загрузочное меню, загрузочное лого, процент установки прошивки, точнее не процента, а шкала установки этой самой прошивки. После этого, сейчас вы это все понаблюдаете в ускоренном режиме, после этого загрузится сама прошивка. Итак, дорогие друзья, мы загрузили, установили с помощью встроенного рекавери, без получения рут-доступа и всевозможной ерунды, мы установили русскоязычную прошивку от сайта MIUI.SU, последнюю версию конкретно под этот телефон. Как вы видите, никакого китайского, скажем так, мусора на ней не присутствует. Перевод полностью русифицирован, никаких багов, шрифтов и тому подобного нету, все работает нормально, и уже сейчас мы начнем тестировать наше с вами устройство. Еще раз, для того, чтобы установить русскоязычную прошивку с нормальным четким переводом, вам нужно сделать следующее. Первое, что вам надо сделать, это узнать модель вашего Redmi 2. Вы можете посмотреть ее на задней стороне крышки коробки. После того, как вы ознакомились, вы проходите на сайт MIUI.SU или любой другой, который занимается локализацией прошивкой MIUI, скачиваете прошивку, последнюю, для своей модели. После этого вы переименовываете файл прошивки на файл под названием update.zip. После этого вы перезагружаете телефон с нажатым кнопкой регулировки громкости вверх. После того, как вы попадаете в recovery, вы выбираете английский язык, вайпаете телефон, соответственно, кэш телефона. После этого, соответственно, устанавливаете обновление. После этого телефон перезагружается, и вы получаете уже нормальный телефон с нормальной русскоязычной прошивкой. Вот так практически разжевал все по винтикам. Я думаю, что это видео будет полезно именно тем, кто столкнулся с проблемой, как и мы. Точнее, это не то, чтобы сказать проблема, но это неприятный факт, когда получаешь телефон, хочешь им пользоваться. Но имейте в виду, все телефоны из Китая не адаптированы в большей степени на китайский рынок. Соответственно, английский и китайский присутствуют, русский язык не всегда. Спасибо, дорогие друзья, что посмотрели это видео до конца. Если понравилось и было полезным, ставьте большой палец вверх, участвуйте в обсуждениях в комментариях к этому видео, проходите в нашу группу ВКонтакте. У нас все еще проходит розыгрыш замечательных двух призов, они довольно-таки ценные. Все ссылочки будут в описании к этому видео. Вам всего доброго, скоро увидимся, пока-пока.